Одна девушка мне рассказывает, Олег Геннадьевич, как мне создать семью? Вот смотрите, Олег Геннадьевич, такая ситуация. Мы уже три года не живем вместе, мы развелись официально, Олег Геннадьевич официально. Понимаете, вот никого эти бумажки не волнуют. Я всегда на эту тему рассказываю еврейский анекдот. Еврея поймали, как бы, и начали бить. Он говорит, так я по паспорту русский. И они говорят, а мы тебя не по паспорту бьем, а по твоей еврейской морде. Понимаете, то есть поймите, что как бы, ну это я, у меня есть еврейские крови, я могу такие анекдоты рассказывать. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что... Идея заключается в том, что Бог решает, кто с кем будет жить, а не роспись ЗАГСи. ЗАГСи, понимаете, это он вас соединил, и он, когда он вас разъединяет будет, он решает сам. Вот Олег Геннадьевич, мы с ним уже три года не живем, вот мы уже расписали, ну как бы, все, развелись, все. Деньги заплачены, где услуги? Когда следующий? Давайте мужика, Олег Геннадьевич. Вы же приехали в наш город, и деньги заплатила, мне нужен мужик. Давайте что-то делайте. Я такой, ладно, ладно, хорошо, не волнуйтесь, все, сейчас решим. Давайте у меня к вам первый вопрос. На все вопросы готовы ответить. Первый вопрос. А у него кто-то есть сейчас, нет? Ну нет, Олег Геннадьевич, никого нет. Три года, что-то один. А он вас ждет, ну, ждет. Ну, понимаете, говорю, что Бог вас еще не разъединил. Ведь он вам никого не дает, вы его бросили, он вам никого не дает. И ваш муж вас ждет. Это означает, что вы не расходились. Веда объясняет, что если люди живут вместе, у них наступает плохой период. Они могут пожить отдельно несколько лет. Но при этом, если у них никого нет, они на самом деле, ничего плохого не произошло. Они не расходились. А бумажки там, ну, знаете, в Калифорнии, по-моему, в каком-то штате в Америке прикололись вообще. В каком-то штате, ну, там, развлекательный центр такой. И там сделали два автомата. Вот вполне официальные автоматы. Паспорта два вот так ставишь. Из автомата денежку платишь. Раз. Женаты. Роспись. Рядом второй автомат. Они погуляли там, понаслаждались. Они официально женаты. Все, можно гостиницу снимать. Потом пришли. Дальше, назад. В автоматы два паспорта засунули. Разведены. Понимаете? То есть это просто машинопись. В этом нет никакого смысла, если люди не имеют санкций от Бога. Я этой девушке говорю, так вам надо возвращаться назад, моя хорошая. Назад, Олег Иначе. Да, моя хорошая, назад. Знаете, я на одни и те же грабли два раза не наступаю. Придется наступать, моя хорошая. Ведь Бог-то хочет, чтобы вы наступали, но вам другого не дают. А что он мне другого не дает? Ну вот надеется, что вы не будете дурой. Что вернетесь назад. Потом говорит, ну я вот дура, что надеется? Я хочу другого. Я говорю, хорошо, я Богу передам об этом. Она говорит, а дальше какая моя судьба? Я такой посмотрел, подумал. Говорю, а дальше ваша судьба следующая. Не то, что вы дура, вам придется одной пожить шесть лет. А потом вас Бог даст вам обязательно другого человека. Человек не может жить всю жизнь один. Но тот другой будет похуже, чем этот. Я начал перечислять качество характера этого мужика, который у меня был. Она такая, для китайцев, что правда, что ли? Я говорю, правда, моя хорошая. Вот так жизнь построена. А что лучше не бывает для меня? А лучше для тебя не бывает. Потому что вот ты такая. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Знаете, она вернулась. Пошла назад. Сильная личность, разумная. Пошла назад. Вернулась к своему мужу. Кто из вас послушал мои лекции и вернулся назад, поднимите руки? Есть такие люди. Молодцы. Вам памятник при жизни. Вы очень сильные. Я счастлив, что вы сюда пришли. Спасибо вам. Лучше не уходить. Итак, особенности отношений в наше время заключаются в том, что в наше время брак не защищен. Не защищен. Брак должен быть защищен, потому что люди всегда, которые живут вместе, им будет очень трудно в какой-то момент. Им придется расходиться, понимаете, потому что невыносимо. Но если они расходятся, они знают, что они живут раздельно, просто и не беспокоят никого. Потом приходит время, и они живут опять вместе. В Венгрии есть одна ведическая община, и там по ведическим законам живут. И людям говорят, если вы собрались расходиться из общины, до свидания, без права приезда назад. Не важно, кто из вас хочет. Один ушел, второй тоже до свидания. И одна девушка с парнем, они хотели жить вообще, и не молиться Богу. И они не могли друг с другом жить. У них наступил плохой период. И они тихонечко решили жить в соседних комнатах. И как бы они живут сами, каждый сам по себе. И вот так они развелись тихонечко, никому об этом не говорят. Прошло два года. И они так же тихонечко помирились потом. Потому что плохой период закончился. Они плохую судьбу отработали, и у них гороскоп, и у обоих по два брака. Вот второй брак состоялся. Понимаете, они просто опять пережили, сошлись, и дальше живут, и все у них классно. Никаких проблем уже нет, потому что карма плохая закончилась, моя хорошая. Вот так человек должен жить, понимаете. Итак, надо понять, в чем особенности в наше время. Особенности заключаются в том, что дальше в лес больше дров. Так как культура становится все хуже, люди все менее изучают, что такое личная жизнь, что такое совесть, что есть Бог в сердце. Знаете, что такое совесть? Совесть – это такая штука, в сердце у каждого человека есть Бог, понимаете. Бог, вот в сердце находится душа, вот здесь. Веда объясняет, что на дереве тела есть две птицы. Одна птица – душа, это я, а вторая птица – это сверхдуша, или Господь. Господь имеет представительство в нашем сердце. Он дает нам память о том, что происходит. Он дает нам забвение. Господь дает нам счастье, ощущение счастья. И сердце счастье выходит, мы чувствуем сердце. Счастье Господь дает. Он дает нам также возможность общаться с Ним, особенно в трудную минуту. «Когда же я выйду замуж?» Никого нет вокруг, ты кому кричишь-то? Кто из вас так вот кричал в сердце? Вы кричали Богу. Понимаете, никого вокруг нет, вы кричите. Почему? Потому что человек знает, подсознательно знает, что в сердце есть Бог, поэтому он и разговаривает с Ним. «Тихо сам с собою, тихо сам с собою, я веду беседу». Я когда лекции в Казани читал, организатор лекции мне сказал, что у меня ребенок, он постоянно разговаривает, ему больше никого не надо. Он сам с собой разговаривает, общается. Маленький ребенок, ему 5 лет. Так он разговаривает с Богом. Человек не может сам с собой разговаривать. Попробуйте со столбом поговорить. Конечно, когда человек напьется, он и с телевизором может говорить. Там юмористка была, там мужик сидит, пьяный, и там погоду сообщает. «Да мне не нужна погода в Москве. Скажи, какая погода, патаганрологи». Вот, пьяный с телевизором общается, он не понимает, что это телевизор. Вот. Ну, надо понимать, с кем ты общаешься. Тихо сам с собой, я веду беседу. У кого было так, что вы задумали встать в 5 утра, когда приходит в 5 утра, без будильника, вам что-то внутри говорит, 5 утра, поднимите руку. У кого так было? У всех так было. Это Бог вам сообщает, понимаешь? Я разок лекции начитался, наездился, и у меня что-то остановилось дыхание. Я спал ночью, и у меня раз, и все, не дышу. Ну, знаете, интересный момент произошел. Я неожиданно для себя, я сплюсь же, если я не помню в это время, я неожиданно для себя обнаружил себя сидящим, и вот так вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. И прям что-то изнутри команда, вдох-выдох, 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 я так делаю, потом раз задышал. Потом сразу, как только я задышал, сразу вопрос, а кто все это сделал? И в сердце улыбка такая. Это я, мой друг. Это всегда рядом. И это объясняет, что когда человек из жизни уходит, то он видит свет впереди себя, и за этим светом он двигается дальше, в следующее тело. И люди, которые в состоянии клинической смерти были, они все вот этот свет видели. Потом описывали свое состояние, когда они возвращались в жизни назад. Они говорили, что я чувствовал свет, который излучает счастье, и я тянула за этим светом. Я выходил наружу и сделал. Вот такая ситуация. Бог сначала в теле, потом он нас со собой ведет, выводит из тела. Он всегда с нами. А мы его видеть не хотим и слышать не хотим. Как он проявляется перед нами в нашей жизни? В виде совести. Понимаете? Первый контакт с ним – это совесть. Поэтому надо и сознание внутрь развернуть. Понимаете? Когда человек занимается молитвой, он к Богу обращается. Я знаю, моя хорошая, что ты хочешь, чтобы все на тебя обращали внимание. Потому что ты маленькая. Но мама должна тебя взять сейчас, да? Потому что все должны обращать внимание на меня. Мама-то есть у девочки, да? Надо взять девочку. Дети всегда любят, чтобы на них обращать. Им не хватает счастья в жизни. Нужно счастья. А нам нужна лекция, чтобы все лекции. Спасибо. Итак, когда человек читает молитву, он кланяется святыней. И святой человек ему указывает на дорогу к Богу. И он ему показывает свое сердце. Поэтому человек, когда кланяется, молится он постепенно. Сначала в сердце чувствует спокойствие. Сердце наполняется силой побеждать судьбу. Потом дальше он чувствует проблемы свои, которые ему надо решать. Но если он продолжает молиться и кланяться, то эти проблемы решаются сами. По факту так устроено в этом мире, что мы служим Богу, а Бог решает все наши проблемы. Но так как мы не хотим Ему служить, мы хотим сами своей жизнью жить. Без Него мы эгоисты. Мы сами по себе хотим быть. Поэтому и ничего не получается у нас в жизни. Мы несчастными становимся в жизни. Когда человек служит Богу, то проблемы решаются сами. Потом он глубже может в сердце пойти. И он может даже почувствовать себя вечным потом, со временем. Вечной душой. И разок в одном месте святом был. Его называют Шри Рангом. Это в Индии одно святое место. Ему уже много тысяч лет. И 800 лет назад в этом месте жил один великий святой. Его зовут Рамануджа Чари. Величайший святой. Таких очень мало рождается на земле. И он давал свое наставление, когда своим ученикам в один день он им сказал, а теперь я хочу оставить этот мир. Можете по своему желанию оставить этот мир? Святые люди могут. Он говорит, теперь пришло время оставить мне этот мир. Я вам дал свои последние наставления. Его ученики взмолились, начали плакать. Пожалуйста, не оставляй нас. И он говорит, хорошо, я еще сутки буду вам давать наставление. И ровно через сутки я оставлю этот мир. Ну а им что остается делать? Они согласились. И он сутки давал им наставление. Потом, когда он уже все наставления им дал, он вот так вот начал им улыбаться. Очень нежно подобрал. Ручку вот так вот сделал. И с открытыми глазами, с улыбкой на лице вот так. И оставил этот мир. Но перед этим он им сказал, если вы забальзамируете мое тело, то я потом много веков буду через это тело давать вам наставление. И всем, кто будет как бы молиться, поклоняться мне, тоже получит от меня возможность узнать, получить духовное знание. И до сих пор этот великий святой сидит забальзамированный в этом месте. Вот так вот. И я там был, мед, пиво пил, по устам текло, в рот не попало. Ну чуть-чуть попало. В общем, ему даже ногти обстригают каждый месяц. Снимают пальзам и ноготь, ноготки обстригают. Представляете, ногти растут до сих пор. Уже 800 лет прошло. Вот тело не меняется. Какое было, такое есть. Так вот, когда я там молился и кланялся этому святому, то я почувствовал себя вот здесь, что я вечный, вот такой сильный, сильный, сияющий такой, маленький и вечный. И я почувствовал, что в этом поощущении себя маленьким и свиренным является огромная сила и огромное могущество. Раньше в жизни никогда таких чувств у меня не было. Я вот прям вот никуда показываю, там я почувствовал, что это я там нахожусь. А здесь просто тело, через которое я живу. Что это как машина, как инструмент, через которое действую. Вместе со мной в это время там был Владимир Слепцов. Он тоже, он был в вашем городе, Владимир Слепцов был, да, читал лекции. Это мой друг, мы с ним вместе там были. И он подходит ко мне и говорит, слушай, у меня что-то вот в сердце, я читаю молитву, у меня в сердце что-то бьется. Глубже, 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 глубже. Так что-то идет туда, какая-то сила. Я говорю, у меня уже пришло. Давай, говорю, трудись дальше. И он начал дальше молиться. И тоже почувствовал то же самое со временем. Понимаете, так действует контакт со святым человеком. Он дает знания о том, кто такой Бог. Когда мы сконтактируем с святым человеком, то наша психика поворачивается внутрь, и мы приближаемся к Богу и получаем и счастье, и силу, и победу над своими трудностями. Нам не хватает просто этого в жизни. Нам не хватает в жизни силы, душевной силы и знаний. Двух вещей, все. Все это мы получаем из сердца. Как сохранить семью в современном обществе? Понимаете, в современном обществе невозможно сохранить семью. Почему? Потому что все девушки ходят с открытым телом. На работе люди могут дружить между собой. По факту нет дружбы между мужчиной и женщиной. Если мужчина и женщина начинают близко общаться друг с другом, это называется тонкий секс. Это не дружба. Понимаете? Дружить можно девочка с девушкой. Парень с парнем может дружить. Девушка может с братом дружить, с родным. И Бог защищает от вожделения, когда брат и сестра. Сейчас уже эти тоже заслоны люди прерывают совести. И когда нет, они уже начинают с сестрой такие отношения могут строить. Но если есть совесть у человека, то он может дружить со своей сестрой. Но с чужой женщиной нельзя дружить. Это уже не дружба, это тонкие наслаждения, тонкий секс называется. Есть грубый секс и тонкий секс. Когда девушка дружит с каким-то чужим мужчиной на работе, она открывает ему сердце. Рассказывает, как ей трудно. Он ее слушает внимательно. Далекий совет. Но женщина только одному мужчине может открывать свое сердце. Она не может сразу двум. Это означает, что мужу она уже свое сердце никогда не откроет. К чему же такая дружба приведет дальше? К развалу семьи. Понятная система? Некоторые девушки находят себе наставника, который строит им глазки. Результат такой же. Вед объясняет, что наставник, квалификация наставника в чем заключается? Что он не соблазоняет чужих женщин. Значит, он может быть наставником. Если он глазки всем строит, это никакой не наставник. Это человек, который обманывает всех. Понимаете? Наставник должен быть старшим. Он не должен равное отношение с женщиной строить. И так в современном обществе невозможно сохранить семью. Потому что устои современного общества ее разрушают. Женщины ведут себя, привлекают внимание к себе. Мужчины привлекаются чужими женщинами. Так создаются трудности. Поэтому, если вы хотите сохранить свою семью, это возможно. Но для этого вы должны немножко быть не в современном обществе. Для этого надо иметь правила в жизни выше, чем те, которые существуют в современном обществе. Нужно немножко себе поднять выше. Понимаете? Нужно сделать дома алтарь. Нужно культивировать в себе совесть. Нужно, когда вы, допустим, говорите, я совестливая, а муж бессовестный. Это просто объем работы. Понимаете? Вы все равно, сердце одно на двоих в семье. Не бывает так, чтобы вы менялись, он не меняется. Он будет чуть-чуть запаздывать, но он тоже будет меняться. Если, как бы, вы говорите, а почему я должна быть первой? Нет, сейчас вам объясню, почему. Кого Бог выбирает, тот и первый. Как вы думаете, вот в вашей семье кто первый? Вот в вашей семье кто первый должен меняться к лучшему? Кого Бог выбрал? Вот в вашей семье, в лично вашей. Как вы думаете? Да, кто пришел на лекцию, тот и первый. Бог выбрал того, кто пришел на лекцию. Без вариантов, понимаете? Не хочется, конечно, быть первым. Хочется быть вторым всегда. Но вам придется быть первым. Поэтому вы должны менять себя. И сделать так, чтобы в вашей семье было больше нравственной культуры. Если вы это сделаете, муж тоже будет меняться постепенно. Человек не может жить во тьме, когда восходит солнце, понимаете, рядом. Это невозможно. Божественная сила растапливает всю тьму, все невежество вокруг себя. Не можно, невозможно в святом месте остаться грешником. Если вы из своей квартиры делаете возвышенное место, там есть алтарь, вы с молитвой готовите, вы желаете всем счастья, вы прощаете, просите прощения, рано встаете, пораньше ложитесь спать, чтобы раньше встать. Если вы так живете, то муж не сможет остаться безучастным к этому всему, потому что сознание человека всегда меняется от общения. Какое общение у человека в жизни есть, такое будет сознание. Точно так же и жена. Вы говорите, у меня хуже религийная ситуация, я прихожу на лекции, жена не кует. То же самое будет зайдет, жена тоже будет менять свое сознание со временем. Поэтому, если вы хотите вашу семью сохранить, чтобы у вас не было разврата дома, тогда развивайтесь духовно. Но это не значит, что не будет испытаний. Испытания будут, они будут хорошо заканчиваться. Расскажу вам одну историю, которая произошла в Москве. Тогда еще у меня не было такого развитого медицинского центра, как сейчас. Я давал консультации людям. Вот сегодня мне пришлось 4 часа работать по лечению людей дистанционно. Понимаете, все свободное время фактически. С утра читал лекцию в медическом центре, там на духовную тему лекция была. Сейчас как бы здесь лекция. А в промежутке мне приходилось трудиться. А тогда я в Москве давал консультации. Ко мне человек, всегда бесплатно. Ко мне человек подошел один и говорит, от меня ушла жена, что делать? Смогу я ее вернуть назад или нет? Я говорю, не знаю, но можно попробовать. И я ему объяснил, как настраиваться. Я ему объяснил этапы стадии. Первая стадия, нужно ее простить. Нужно в молитве сделать так, чтобы сердце было спокойно. Что я как бы совсем согласен, что происходит. Жена ушла к другому человеку. Я согласен. Он прошел, я говорю, первую стадию пройдешь, приходи, да, вторую задание. Он пришел, через неделю смотрю, уже такой спокойный. Я говорю, чувствую, что мне кажется, что я принял все. Я согласен. Что дальше? Я говорю, а дальше надо, следующая стадия. Надо опять молиться святому человеку. Дальше слушать голос святого человека. И дальше устанавливать с ней контакт сердца. Когда ты почувствуешь, что боль между вами закончена, и ты начинаешь чувствовать от нее светлую память, ты вспоминаешь неожиданно, как вы встретились друг с другом, как вы вместе жили, что-то хорошее начнешь вспоминать, хорошие какие-то эпизоды, думая о ней. И перестанешь обижаться на то, что произошло, будешь чувствовать, что это просто испытание, а на самом деле светлая память между нами главная. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие, обиды перемерятся, случайные недавние, давай бросим мелочи, давай оставим главные. Когда вот такое состояние в сердце пришло у тебя, что ты чувствуешь, что как бы ты главное видишь в отношении, а то, что предал к тебе близкий человек, ты уже этого не видишь. Я это рассказываю, потому что была записка, женщина сказала, как простить, я вот сейчас рассказываю, Путину. Это вторая стадия. Он пришел через несколько недель, подольше времени уже понадобилось, он говорит, я чувствую, вспоминать начал, как мы встретились, чисто и светло в отношении, и у меня вообще к ней такое хорошее чувство возникло. Мне нужна следующая стадия. Я хочу, чтобы жена вернулась назад. Я говорю, следующая стадия уже проще. Нужно просто написать ей и сказать, что вы очень хорошо к ней относитесь и не имеете для вас значения, с кем она живет. Просто очень хорошо относитесь к ней к человеку. И ей очень благодарны за все, что было, и готовы поддерживать с ней отношения по каким-то вопросам, которые возникают, с любовью, радостью. И он написал такое письмо ей. И она сразу же отметила, потому что в сердце-то уже все восстановилось, он же чисто и светло уже почувствовал. Она ему говорит, да, у меня есть определенные проблемы, надо вот с мебелью там решать, там еще с тем-то, тем-то. И там начала какие-то претензии, требования свои выставлять. Он говорит, да, без проблем. Все как бы решается. Приходи, поговорим, как бы решим. Она пришла, начали общаться они между собой. И так все отношения пошли там, как бы, и ему легче стало общаться с ребенком. У них ребенок еще общий. То есть он начал приходить к ребенку, там она начала разрешать. То есть у них, она говорит, мы, она ему говорит, мы теперь у нас правильно все в жизни стало, потому что мы с тобой стали как друзья. Теперь это правильно. Нельзя расставаться и быть врагами. Мы теперь как друзья, мне так спокойно, хорошо стало. Спасибо тебе, что ты все понял, что я с тобой не могу жить. И вот, спасибо тебе, что ты все понял, мы с тобой как друзья. Вот, я с ним как мужина, с тобой как друзья. Теперь ребенку проще стало. Спасибо, я очень благодарен тебе. Он прошел эту стадию. Он пришел ко мне и говорит, я хочу дальше, в следующую стадию. Мне нужна следующая стадия. Что делать? Я говорю, а следующая стадия, она придет в свое время. Теперь тебе надо в молитве все унижения, которые она совершит в этих отношениях, переваривать, прощать ей. И вот в этой дружеской ноте поддерживать отношения. Продолжать. Поддерживать отношения. Стараться заботиться о них, если есть возможность, помогать деньгами, для того, чтобы ребенок развивался. Что-то ему дарить. И этот подарок не напрямую ребенку делать, а делать через жену. Спрашивать, вы хотели бы, чтобы я вам подарил, допустим, для ребенка вот это, для его развития. Да, мы хотели бы, у нас как раз сейчас нет такой возможности. Я дарю. И так далее. Потом наступила следующая стадия, которая тоже была мной описана. Она пришла к нему как-то в гости, говорит, слушай, что-то мне так тяжело, у меня тут тяжело, что-то у нас с ним тяжело, наступила какие-то трудности. Посоветую, что делать не знаю, не знаю, к кому обратиться, тяжелая ситуация в жизни, ты вроде как, мы с тобой, у нас дружеские отношения. Объясни, пожалуйста, что делать. И он искренне ей рассказал, как себя вести, что делать, чтобы исправить отношения. Он уже знал, что надо делать, и он так себя повел. Естественно, что когда Бог не хочет, чтобы люди жили вместе, они вместе и никогда не будут жить. Нечего бояться, понимаете? Потому что есть два способа быть вместе. Один способ – это вожделение, то есть упрямство мое тупое, что у меня будет жизнь где-то лучше, чем здесь. А второй способ – это просто воля Бога, которая называется совесть. И совесть будет на той стороне, где Бог находится, понимаете? Она на другую сторону никогда не перескакивает. И таким образом, в следующей стадии у этой женщины какая была, как вы думаете? Нет, не вернулась к мужу. У ней появилась совесть. Совесть вспыхнула в ее сердце. И она начала сравнивать в этот момент. Когда совесть выходит наружу, человек начинает сравнивать. Она начинала думать, вот у меня мужа такие черты характера, а у этого человека такие. Вот он так себя ведет, а этот так себя ведет. И она начала сравнивать. Сравнивать означает думать, где ей жить. Туда, сюда, туда, сюда. На сознание начало метаться. И она начала приходить почаще к нему в гости, оставаться, советоваться. Вот они разобрали все проблемы, которые у них были в жизни, почему так случилось. Они все это изучили, разобрали все вместе. Вот дальше он дал ей послушать мои лекции. Она начала слушать лекции потихоньку. Потом она пришла назад домой, сказала, я хочу остаться, прости меня. Он сказал, да, я давно тебя уже жду. Я давно тебя простил. И она говорит, а как так вот случилось, что я почему-то вернулась? Я думал, что это невозможно. А он сказал, а я вот с Олегом Геннадьевичем встретился, и мы расписали программу, что делать. И они вдвоем потом пришли благодарить меня. Такая была история. Понимаете, иногда эти истории заканчиваются вот так, как я сказал. А иногда не так. Потому что иногда люди, которые уходят, не хотят возвращаться. Они верят в свое светлое будущее без Бога. И у человека всегда есть выбор. Понимаете, или он возвращается назад, или не возвращается. Но человек, который свои экзамены сдал, получает дальше другого человека лучше. Понимаете, тот, кто сдал экзамены, свято от места, пусто не бывает. Понимаете, тот, кто сдал экзамены, он счастлив. С этим человеком или с тем, не имеет значения. В конце концов, надо понять, что мы все равно расстанемся со своими близкими людьми. Мы вместе навечно не останемся. И Бог нам дает близкого человека для учебы. Понимаете, если с одним не получилось, расстайтесь. Ничего страшного. Бог вам даст другого обязательно. Когда вы будете достойны. Но если уже есть человек, Бог другого давать не будет. А если вы его хитрым образом захотите бросить, так как одна девушка, она бросила, знаете, как своего мужа, она поняла на лекциях, что бросать нельзя. И она заставила его уйти. Как есть у буддистов такой способ. Буддистов считают, что мясо есть нельзя. Но у них есть такой хитрый способ. Когда мясо хочется, одни идут под скалу. Как бы монахи. Есть такая притча, как бы смешная история. В этом есть доля правды. Одни идут под скалу, они там плиту такую расстилают, как бы точат ножи, разделывают тушку. А другие монахи, они пасут овец сверху, поскорее. И пасут их так вот, что места остается почему-то мало, овцы прижимаются к обрыву, и сами почему-то падают. Как бы технику безопасности не соблюдают. Одни толкают других, и те, бац, какая-нибудь падает, и Бог дал овцу. Там яка, у них яки там. И вот як падает, развивается, как бы, Бог дал яка, они его разделывают, кушают. Считается, что греха нет. Но Бог-то не мякишка же, Он все видит, что происходит, понимаете? Хоть вы его там тайно бросили, мужа своего. И она решила, что он сам меня бросит, понимаете? Вот она так задумала, и он ее бросил. Она его довела до третьего коленя, он, естественно, ее бросил. Куда ему деваться? Вот она так вот сделала. Я не бросал Олега Геннадьевича, но Бог-то не мякишка, Он же знает, кто кого бросил. Понимаете, Бога обмануть невозможно. И так, как же сохранить семью в современном обществе? Надо подняться над современным обществом. И это объясняет, что существует три слоя жизни. Первый слой жизни, если мы живем для себя, каждый для себя, и каждый свои интересы в семейной жизни отстаивает. Допустим, как мне написали записку сегодня, что мой близкий человек послушал лекции Олег Геннадьевич. И он мне говорит, учись вести себя со мной смиренно и слушайся то, о чем я тебе говорю. И требует Олег Геннадьевич отменять теперь этого исполнения. А сам по лекциям себя не ведет. Что же мне делать? Так вот, мои хорошие, если вы лекции идите, слушаете с целью обвинить близкого человека и воспитывать его, то ваша семья будет разваливаться еще быстрее от этого. Потому что знание может стать как мечом разрушающего невежества, так и мечом разрушающим семью. Если вы знание направите против близкого человека и начнете его воспитывать, ваша семья будет разрушаться. А если вы знание направите против своего невежества, ваша семья будет тогда восстанавливаться. Продолжение следует... Продолжение следует...